Космос — та сфера, которая практически не изучена человеком. По предварительным оценкам ученых, количество галактик во Вселенной достигает нескольких сотен миллиардов. И если только в Млечном пути есть 6 миллиардов планет-аналогов Земли, сколько их может быть в космическом пространстве? Сказать сложно, ведь такие объекты обнаружить нелегко. Задача обнаружения планет даже в нашей галактике, она очень тяжела технически, потому что планеты не излучают, их не видно на большом расстоянии, и нужно по каким-то косвенным признакам понять, что около какой-то звезды вращается планета. Кстати, в 2017 году обнаружили планету около одного изка-гигантов с помощью нашего телескопа, установленного в Турции. Об этом мы писали, и на сайте Казанского университета новость в 2017 году есть. Мы единственные в Российской Федерации, единственный федеральный университет, который эту задачу в настоящее время может решать в России. Накануне ученые кафедры астрономии и космической геодезии, Института физики Казанского Федерального университета и Института космических исследований Российской академии наук открыли около 500 галактик. Поскольку атмосфера Земли не пропускает рентгеновские лучи, часть объектов Вселенной вычислить, находясь в ее пределах, затруднительно. Именно поэтому ученые сопоставили данные из четырех аппаратов. Два из них находятся в обсерватории спектра рентген-гамма, которая была запущена в космическое пространство в 2019 году. Другие два расположены на Земле. Один на Гавайях, другой телескоп, принадлежащий Казанскому федеральному университету в Турции. Сопоставив данные, ученые обнаружили, что компьютер, обрабатывающий данные космических телескопов, допустил промашку. Часть объектов была опознана как звезды. Наша группа в Казани, мы с моим коллегой Ириком Муновевичем Хамитовым нашли 500 объектов, которые показывают смещение, но с другой стороны они оказались очень далекими источниками, галактиками, которые находятся на расстоянии 1-3 миллиарда световых лет от нас. И мы использовали возможности нашего телескопа в Турции для того, чтобы получить спектр этих источников. И, во-первых, доказать, что это действительно галактики, они находятся за пределами нашей галактики, очень далеко. И, второе, что это необычные галактики. Это галактики, в центре которых находятся сверхмассивные черные дыры. Интересно, что движение обнаруженных галактик оказалось парадоксально большим. По расчетам ученых, оно превышает скорость света. Аномальные характеристики космических объектов стали толчком в изучении новых границ Вселенной. Неизвестно, что конкретно движется с такой скоростью. Движутся ли это галактики или вещество в этих галактиках? Все это лишь предстоит узнать. Хочу поздравить от имени сотрудников нашей кафедры, всех преподавателей, сотрудников Казанского университета, студентов Казанского университета с наступающим Новым годом. Хочу пожелать им здоровья и исполнения мечты, желаний. Вот видите, мечты сбываются. Мы хотели что-то открыть новое, мы открыли. Надеюсь, и у всех в своих областях будут открытия в 2023 году. Уже в 2023 году ученые планируют продолжить изучение объектов и, возможно, выявить природу таких аномалий. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюс.